И веди с них птицу. Нет, вот с тех пор он на меня обиделся, якобы я неправильно говорю о его птице. Да не его эта птица, эта птица где-то там собрана, перекупленная, а потом не перепроданная из выставки. В выставку птицу привозит назад, и эта птица остается здесь же. И опять он ее на другую выставку... Пожалуйста, продайте по 50 гривен. Почему вы не хотите избавиться от птицы? Я ему учил, говорю, сделай так, как вот делаю я. А как ты делаешь? Я говорю, сложил и подарил кому-то, сложил и продал кому-то. А почем ты друже продаешь? Он так и говорит, друже. И тут я ему стал говорить, Витя, возьми, вот возьми, говорю, выложи, пусть Володя тебе выложит вот так в интернет, и скажи тем, кому нравятся твои голуби, купите вот эти голуби, вот они, по 100 гривен. Да у тебя их, заберут такую птицу, заберут по 100 гривен. Ну вы же, говорю, просят здесь за них бешеные деньги, а они этих денег не стоят. Так я вот по его птице говорил, что птица... Смотря, для меня то не голуби. Вот сразу говорю, я такие голуби во двор не пускаю. У меня таких вот здесь есть некоторые, вот те, говорю, я стал, хорошие голуби. Ну зачем собирать этот мусор, который, оказывается, этот мусор для того, чтобы продать? Деньги вложил, а теперь же его никто не берет. Кому оно нужно? Никому. Ну любитель, скажешь, дело, наверное, это же, ну, как бы невыгодное дело. Мне кажется, нельзя заработать на этом. В лучшем случае хотя бы быть при своих. Да, нет, а у меня другой подход. Я говорю, с голода не умираю, крыша есть над головой. У вас пенсия хорошая, да? Еда есть. У меня пенсия 1900. Понятно, немного. Ну, нормально, посмотри. И голуби у меня красивые, и сам я с голоду не мру. И беру я эти голубей, и я тебе уже объяснял. Или на зерно меняю, или продаю, покупаю зерно. А еще лучше я умудряюсь их раздавать. Просто подарить. Ну, я ж не всех буду дарить, я ж дарю тех, которые мне не нужны. Я понимаю, а вот, ну, вот вы голубей иногда дарите, иногда продаете. Какие отзывы от тех людей? Положительные, отрицательные? Что вам? Есть отрицательные, или все положительные? Володя, а как я могу сказать, там в интернете это ты можешь сказать. Тебе звонят, ты видишь интернет, отзывы. Хватает людей и с положительными, и с отрицательными отзывами. Так вот те, которые... Вот тебе пример Витя Кременской. Никто, ни тот Чебурашка, ни Витя сюда не придут. И не купят здесь. А голуби нравятся и хочут, а таки голубей. И он будет говорить, дружи, у меня есть такие там, да, в питомнику. Да в питомнику хай они сидят. Они 20 лет в питомнике сидят. А вот здесь вот в будке на низу ни одного нету. Ходит 2-3 штучки. Ну, и что, за вот это много лет вывезти столько? Володя, я за один год вывожу столько козырных голубей, вернее, получаются, столько козырных, мне их некуда девать. Поэтому сижу и выбираю тех людей, кто более-менее... Ну, таким, как Чебурашка Кременской, подарить я не подарю. А, при тебе было такое. Вот 10 было белых голубов. Я сказал же, Володя, пусть Кременской он к тебе там хотел приехать. Выбирай, Витя, приедь, возьми 2 голубки, вот их 10 штук. Выберешь любую белую голубку, какая тебе надо. Две возьми, без денег, без ничего. Ну, и что, Витя не приехал. По сей день Витя не едет. Я собрал эти голуби и подарил другим людям. Все равно они пошли бы кому-то в подарок. Я бы их не держал, эти голубок. А голубки хорошие. Что с ними делать? Одни голубки, а голубов нету. Так вот я поступаю с этими, ну, с теми, не излишками, а с теми голубями, которые мне не нужны. А как у других голубеводов, это их не дело. Хотелось бы им, конечно. Если бы я сказал, давай вот это за 100 рублей, вот это за 100 рублей. Он бы сказал, хорошо, давай, возьму, но за 100 рублей. А можешь ты мне подарить еще лучше? И такие хитрожопые. Поэтому, Володя, когда звонят мне некоторые люди и спрашивают. А вот у вас такое-такое есть, вот то-то-то. Я говорю, а сколько ты считаешь, эти голуби стоят? Ну, один парнишка, честно сказал, говорит. 500 гривен один, вот это моя цена. Я говорю, молодец. Ты честно, он выпалил мгновенно. Он или готов был к этому. Ну, это неожиданный разговор был по телефону. Он говорит, вот столько-то. Я говорю, молодец, правильно. Вот такому человеку, он говорит, и я хочу повезти твоих голубей. Такому человеку не жалко подарить. Не продать, а подарить. Ну, и умники такие находятся, звонят и говорят, а может, ты мне вот подаришь, подаришь? Вот если бы я его хоть раз видел в глаза, ну, он же ж не приедет откуда-то с другого города, чтобы я мог увидеть, почувствовать, что за человек, я бы сказал, хорошо, на, там сколько пар и разводи. Ну, пока такого нет. Я хочу еще спросить. Ну, все-таки опять я вспоминаю, мы сейчас заговорились за это, и у меня приходится на память часовщик. Чувствую, часовщик, как бы, и вроде покупал у вас много, и направление он держал такое же. Ну, как бы, я думаю. Поворачивай сюда, домой, Володя. Вот смотри, где. Стой, стой, резко наводи на дерево. Вот это часовщик, в этих голубях, вот в этих кассирных голубях, вот, ему держать, я повторяю тебе, мастниковых, и я ему говорю, Витя, ты не обижайся на этой выставке, ты, я говорю, дуб дубом в этих голубях. А почему, а, ну, почему, это уже другой вопрос, да, почему? Почему? Ну, степень развития умственного человека или сознания его, ну, у всех разное. А, возможно, вы думаете, что, вот, допустим, что он, он же помнит голубей отца, возможно, он хочет... Не было таких голубей, сразу говорю. Голуби отца были как раз те голуби, которые спустя какое-то время назывались или жаворонками, или бабочками, вот средний промежуток. Они стояли на месте, вот эти голуби отца, он же еще тогда малой был, я то постарше, и эти голуби у него летали. У всех голубей эти летали. Володя, вот здесь 60 штук, самый большой. Вот так я сгонял вот туда, и стоят они, каких только не было, и бабочки, и вот такие вот крестообразные, любые. Я просто смотрел и говорил, мне какая разница. Главное на то время было масть и 5-6 часов, 4 часа, 2 часа, кто сколько выдержит. И вот там куча стоит в горе, и потихоньку кто слабее выпадает. И голуби эти не улетали. А если улетали, там, ну, покрывались, вообще не видно их. Только в бинокль видно, вот за такими перистыми облаками, в бинокль смотришь, тогда видно. Вот эти голуби часовщикового отца и ему подобным были у всех. Поэтому ничего страшного. Это его деградация и память того прошлого, ну, тянет его, таких вот голубей. Почему? Считает, будут летать. Ну, а вы считаете, что мысника это не те голуби уже, да, которые были раньше в отце? Нет, абсолютно. У мысника уже идут голуби, метисы между вот хорошими голубями и вот этими, которые были когда-то. То есть становятся бабочки, но эти бабочки недоработанные. Эту бабочку надо еще слепить до конца. Я видел, как они хвосты держат. Они в профиль смотришь, да, крыло уже более-менее, а хвосты не в дугу, не хвосты. Как будто кто-то в задницу вот так вставил. Не вот так вот хвост, а вот так в полете. Что это за голубь? Плюс к нему еще нету задутость вот эта. Слишком они задутые. Это не голуби. Это брак несовместимости голуба и голубки. Получаются вот такие дети. Таких не надо держать. Здесь тоже, Володя, такое есть. Вот я сижу и смотрю, и несколько штук белых слетают. Это у меня, ну, первый рафиат паровал. И вот слетают, и я вижу молодые. Точно же такая петрушка. Так у моих хоть хвосты вот так, но они хвосты не, как положено у голубей, крылья так, а хвост чуть-чуть под углом, а вот к низу. Вот часовщик накупил где-то там в Донецкой области такие голубей. И я ему показывал, рисовал на песке. Говорю, смотри, у твоих голубей хвосты вообще нет этих голубей. Вот вытащи и к этим голубям приделай хвост какой надо. А какой надо? Ну, я рассказываю, какой надо. Говорю, кидай голубя. Он подкинул, говорю, видишь, как у него хвост держится? Да. И посмотри, как крылья. Там хвост хорошо прилиплен, крылья не вдову. Вот, говорю, Витя, и работай сиди. Лепи крылья и хвост, и все остальное. Еще плюс экстерьер красивый. Ум. Божечки. Всю красоту, пропорты, все это нужно учесть. Да у него до конца жизни, у него не хватит развести таких голубей. Поэтому таким, как часовщик, нужно покупать готовых. Вот готовых берешь эти голубей, которые уже кто-то слепил. Но мысника это готовые голуби или нет? Нет. Можешь своему другу мыснику передать. Скажи, подряд сказал, что вот так хвосты. Надо, чтобы хвосты были пышные. Хочет посмотреть, какие хвосты? Пусть пойдет у Сани в Киеве, посмотрит, как держат мои жуки или хвосты. Да пусть вот на видео посмотрит, как держат хвосты. Вы не считаете, что вот этот хвост, если будет у мысника голубей, он ему затруднит потом полет, и он не прилетит. Ну, как бы он помешает ему возвратиться домой. Я понял. Нет, Володя. Там, к этой породе стремились в Донецке и в Николаево, во всех приморских этих городах, держали птицу и держат. Вот такая вот птица. И пусть эти умники не говорят насчет редкохвостности и плотнохвостности. Я 40 лет назад, когда там ездил по этим местам, я видел таких редкохвостых голубей. Вот редкохвостые обыкновенные, с вот этим стилем полета. И хвосты вот такие вот, тарелка. Я видел этих голубей, но они там летают при постоянном ветерочке. У нас этих ветерков нету, поэтому у нас умники, если говорят, что летают, не летают, никого не слушают. Полетят мысниковая птица. Вот мысниковые полетят, потому что это обыкновенные голуби, более-менее похожие на бабочек. Но им бы красоту хвоста, голуби были бы. От этого ничего не изменится. У них крыло и хвост будут соответствовать, будут и прилетать, и подниматься будут. Все у них будет. Но хвост делать покрасивее. Да, они стоят вот так. И когда голуби мыслика летают, он снизу не видит, что он не распускает. Но когда сбоку или со спины смотрит, голубь летит, он у него палкой, как у мелитопольских метисов. Это же не настоящий мелитопольский, вот что демонстрирует. Там старые голубеводы держат настоящую птицу, ту, которая называется мелитопольская. А вот этот весь мусор, что к нам свозят отовсюду, и также и наших вот этих, таких, как вот эта Кременская, Чебурашка, эти отовсюду возят мусор. И другие к нам приводят голубеводы, вот как на выставке в Донецкой области. Посмотрел, голуби неплохие, ничего. Ну, не у всех есть то, что нужно. Масть. Вывели и хвосты, и крылья, и экстерьер, все есть. Так оно ходит по масте. То краснорябый-то сивенько, то блокетненько, такое какое-то чумное. А почему бы такого вишневого не сделать? Почему бы не сделать вороного, как Чебурашка старается вывести? Почему бы не сделать таких блокетных, белохвостых или сплошных, светлых-светлых? Так, чтобы если посмотрел, Люба глянул, а он синий, как небо. А у них что получится? Вот так наши голубеводы делают вот эту синтез мусора с мусором. Так что насчет часовщика уже я еще раз повторяю. Я его на этой же выставке говорил. Ну, Витя, ты, говорю, должен признаться, что ты дуб-дуб. Я не так, я как-то назвал баран или как-то я назвал. Нехорошо, я назвал ему, похлопал его по плечу, но он не обижается. Он обижается в глубине души или где-то там ум работает, вот детский ум. И он считает, ну, типа, чирикай-чирикай. Самое главное, что я ему говорю правду. Может, он подумает и как-то по-другому. Тут осталось жить сколько-то жизни. Может, как-то других заведет голубей. Ведь мысниковые голуби у него не полетят. Вы думаете? Не будут летать. Нету тех голубей, которые летают. Володя, сразу говорю. Такие голуби у нас есть в нашем регионе. Но эти голуби будут называться простыми бабочками. Они есть. У каждого голубя от них можно найти таких. У Кременского такие голуби есть. Зачем того мысника возить поехал к Кременскому? Меня бы взял с собой, я бы ему тыкнул бы и сказал, вот это возьмешь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Заплати Кременскому деньги. А он скажет, так Кременской же за 100 гривен не отдат. А почему ты должен покупать его за 100 гривен? Он хозяин, он знает, что и как. Тебе ж хочется таких. Заплати деньги. Не жалей деньги. Отдай и поведи эту птицу. Через год вот эта птица будет звезды снимать. Ну, а он же вот это на последней выставке как раз Кременского голубей привез на продажу. Вы заметили? А, мы, может, не заметили, но он мне сказал, говорит. Вот это Кременского голуба я их привез. Кременской подошел и говорит, ну шо ж ты, Виктор, вывез таких голубей? Кременской правильно сказал. Я не знаю, каких он у него брал. Светла Мурая. Вот смотри, я же тебе перед этим две минуты назад сказал, меня бы взял, а я бы тыкал бы часовщику. Витя, возьмешь вот это, вот это и вот это. Мне не надо было. Во двор бы зашли, голуби бы гуляли, а я бы ему показал. Сразу там можно было бы у Кременского взять те голубей, которые бы летали. Но они не понимают в этом. Они забыли уже, какие это голуби. Он говорит, вот я помню, у отца были. Так кто ж кто-то вывел, и они достались отцу. А часовщик то не вывел. У него нет вот этого понимания, которое, когда ты выводишь, и опыт обретается, и он знает, что надо. И какое оно должно быть. Может быть, я думаю, может тут часовщика есть опыт, но он хочет быстрее, потому что мы сейчас уже люди старые. Если вот самому начать, ну я так думаю, что это время пройдет. Так вот, давай приедем до Кременского или к кому-нибудь. Там, где я ему покажу, возьми вот это, вот это, вот это, вот это. На следующий год будут звезды снимать. Уже готовые. Ты понимаешь, не надо часовщику пять лет будет тратить, чтобы вывезти ему то-то, то-то, то-то. Он возьмет тех, которые дадут уже с этими летными качествами, с умом, с экстерьером. И совсем кроме масти. Масти у них не будет, потому что очень трудно. В каждом хозяйстве найти, тыкнуть пальцем, а Кременского сказал, гуляй вальцем, это не продается. Нет, Кременского, так сказать, не может. Он скажет, дай денег. Вот, молодец, согласен. Я же хотел дальше оговорку сделать. Да, еще и как они чудят. Поэтому, когда говорит, вот так он, вот то-то, 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 то-то. Ну, тут надо еще и смотреть, учитывать желание хозяина. Продаст ли он этого голубя? Виктор, давайте немножко... Субтитры сделал DimaTorzok